Меч Плач уже все получили. Я думаю, что кто хотел, все выполнил. Как минимум, если ты не сидел в заперти в одной комнате с восьмью Атрикс-1 на Дейван Рейда, то ты в первый же день квеста наверняка этот интереснейший квест и выполнил. Но если ты все еще не получил этот экзот, то у меня на канале есть руководство по прохождению, а в этом видео я расскажу о том, почему отказ не принимается, и тебе 100% нужно идти и получать этот меч прямо сейчас. В комментариях я время от времени вижу мнение о том, что меч, конечно, хороший, однако гильотина все же будет удобнее. Некоторые даже уверены, что легендарный меч все еще круче всего для внесения урона. И да, безусловно, лезвие гильотины очень крутой меч. Из легендарных, пожалуй, лучший. Даже после нерфа. Однако мы тут как раз для сравнения его и нового экзота, верно? Вопль Банши, главный перк этого меча. Чтобы зарядить клинок, удерживайте кнопку Х, это если по умолчанию на ПК. Такая заряженная атака увеличивает урон и дает игнорирование щитов, а также пробивает щиты барьерных воителей. Заряд суммируется, когда вы наносите урон заряженными атаками. С непривычки можно растеряться и не понять, когда же меч уже заряжен. А вот когда указан баф, вопль Банши тогда и заряжен. Отметка с множителем усиления начнет добавляться к бафу уже после каждой легкой атаки мечом с зарядом. Так что держать заряд дольше нескольких секунд перед атакой нет никакого смысла, мощнее вы не ударите. Для оптимального урона по противнику вам нужно нанести как можно больше легких атак в короткое время, чтобы завершить комбо одним тяжелым ударом. В идеале это 5 молниеносных легких атак, потом мощное, но в реальных ситуациях самым эффективным комбо можно считать заряд, 3 быстрых атаки и сразу одна тяжелая. Таким образом, например, можно наносить урон рейдовому боссу или сносить значительную часть здоровья боссов налетов и имперской охоты, заставляя их сразу уходить в иммунфазу. Теперь давайте к сравнению непосредственно. Во-первых, точно чем не стоит заниматься, так это пользоваться и сравнивать атаки меча плач без заряда главного перка. При таком сценарии он будет слишком близок по значениям к другим легендарным мечам. Обычная атака лезвия гильотины нанесет 13238 единиц урона. Обычная атака меча плач нанесет 14464. Разница в пользу нового меча, да, но она не настолько существенна, чтобы занимать ваш экзот-слот для этого. Так что забудьте о том, чтобы использовать этот меч как обычный меч. Вам необходим вопль банши. Одна легкая атака с этим бафом нанесет череду ударов на 21696 единиц, что уже на 7000 больше легендарного меча. Вторая легкая атака уже получит множитель бафа и ее урон возрастет до 26500 урона. И при максимальном заряде финальная тяжелая атака способна срубить противнику 95000 единиц урона. Одно вращение нашего любимого лезвия гильотины наносит почти вдвое меньше, 52000 единицы урона. С бафом клинковый вихрь на множителе 5 урон будет выше, 64, что все еще ниже плача. И да, я не сравниваю тут показатели от бафа перка в окружении на мече лезвия гильотины, поскольку нам важнее урон по боссам. А если речь о рейдовых боссах, то далеко не у каждого будет такое количество противников вокруг, чтобы зарядить перк. Общий дпс без дополнительных модов и бафов от меча плач, если верить расчетам товарища эрора, составит 82141 единицу урона. Так что это как бы дофига. И да, я сказал без бафов, потому что например от мода блестящий клинок из прошлого сезона, меч получит плюс 45% бонусного урона, благодаря чему мы получим невероятные 144 тысячи урона в секунду. Чтобы приблизиться к этим цифрам, гильотине нужно... Да тупо забейте. Она не приблизится к этому показателю. Меч не только ультимативное решение для урона по финальным боссам активностей, но и очень удачное решение для прохождения соло затерянных секторов на мастере или легенде, а также сумрачного налета. И не только из-за урона, но и из-за особенностей, благодаря которой меч просто игнорирует силовые щиты и бьет противников через них. Меч имеет солнечный тип урона, но даже если вы будете бить им кого-нибудь, типа капитана падших в электрическом щите или минотавра в пустотном, урон пройдет сразу по мобу в обход щита. То же самое и с барьерными воителями. Взяли перегруженную гранату в стазисе, мод против неудержимых воителей в автомат и плач. Всё. Вы полностью укомплектованы и готовы разбираться с любым чемпионом в соло. Цифра урона позволит вам уничтожать воителей даже при значительной разнице в уровне силы. Как итог. Меч лезвия гильотины актуален до сих пор. Непременно используйте его в ситуации, когда экзот-слот занят чем-то ещё. Например, снайперская винтовка и небесный удар, которая всё же оказалось работает нереально сильно в ПВЕ. Но если же нужен максимальный ДПС на боссе, то плач просто несравним и незаменим. И потому его обязательно стоит носить с собой в любой активности. В общем, я не знаю, кто там эти ваши новые банджи, но мы в очередной раз в этом дополнении получаем потрясающий и полезный экзот. Мне это нравится. На очереди на канале ещё рассказ об экзотических шмотках на каждый класс. Там тоже много интересного, так что не пропусти новые ролики. Подпишись на канал, поставь лайк и колокольчик. До связи.